Господин Дэниел, здравствуйте. Здравствуйте. С нами в эфире сегодня Дэниел Сайзек. Это официальный представитель Госдепартамента США. Спасибо, что уделили нам время. И я хочу сразу сказать, что господин Дэниел не новый человек абсолютно, в том, что касается международной политики, особенно того, что происходит в Украине, в России, так как работал в посольстве США и в Киеве дважды, правильно я говорю? Правильно, да. И в Москве вы работали, и в Берлине вы работали, и в консульстве США, в Кубае даже в Индии работали, и даже в Пакистане. Да, это правильно. Но где было интереснее всего? Трудно сказать, в Пакистане это было очень интересное и очень непростое положение. Конечно, потому что интереснее, очень, как сказать, народ пакистанский, да, они хотят то, что все хотят бы в мире, да, хорошее финансовое положение и так далее, и так далее. Но политическое положение там достаточно сложно. Мне очень понравилось мое время в Москве. Москва – это хороший город, хотя это было достаточно относительно давно, поэтому это было больше 10 лет назад, и это была, к сожалению, это была другая Россия в то время. А мои два раза в Украине – это было отличное время, и мне очень-очень понравилось жить в Киеве. Спасибо. Я хочу сразу же у вас спросить вот то, что сегодня обсуждает весь мир и на первых полосах всех западных СМИ, а именно информацию о том, что Алексей Навальный умер в колонии в России. Ну, не умер, а правильнее говорить, наверное, убит, о чем, в принципе, заявили уже и огромное количество иностранных политиков, в том числе Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что убит Навальный Путиным. Скажите, пожалуйста, Дэниел, вот комментарий Госдепартамента США. Как вы расцениваете эту смерть? Кто его убил? И какие последствия будут от этой смерти? Вот какая реакция Госдепартамента на это событие? Хорошо. Ну, во-первых, я хочу, извините, что это шумно здесь, потому что, насколько я понимаю, вертолеты прилетели именно сейчас с важными деятелями, которые участвуют на конференции в Минчине здесь, сегодня, чтобы ответить на вопрос. Если сообщение правдивое, в США выражают искренние соболезнования его семье, российское правительство преследовало его больше десяти лет, отравили его и заключили его в тюрьму. И это показывает на самом деле слабость самой сути российской политической системы. То, что считали, что это нужно делать этому человеку. И российское правительство несет ответственность за его смерть. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас читаю, что сказал Джо Байден в 2021 году, тогда об Алексее Навальном. Он сказал, что Россию ждут катастрофические последствия, если Навальный умрет в тюрьме. А сейчас что будет ждать России непосредственно Путина за эту смерть? Потому что я ссылаюсь непосредственно на президента Америки. Да, я бы сказал, что глобальное общество и даже российский народ в России понимают, что произошло, или скоро помнёт. И что это может только показывать слабость системы, которую Кремль построил, политическую систему в России, что считали, что нужно было сделать это. И поэтому это тоже, на мой взгляд, показывает европейцам и всем в мире, что это именно за система политическая в России. И это может только показывать слабость этой системы и Кремля. И в этом смысле последствия есть большие. Ну вот, а какого рода они могут быть? То есть США будет настаивать на том, чтобы усилить санкции? Либо США вот со своей стороны усилить санкционную политику? Либо же по отношению к диктатору Владимиру Путину будут предприняты какие-то действия? Но пока я не могу комментировать конкретные шаги, которые правительство США собирается сделать, потому что это очень-очень новое, свежее сообщение по этому поводу. Но должно ожидаться достаточно сильный ответ. Окей. Спасибо. Господин Дэниел, вот я хочу перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, а именно о войне в Украине, о войне, которую Россия, фашистская Россия ведет против Украины уже 10 лет фактически. И, собственно говоря, вот сегодня мы постоянно следим за новостями из США, чтобы понять, будет или нет проголосована помощь от США, Украине, помощь, которая позволяет Украине бороться с Россией. Сегодня мы видели, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи, где речь идет о 60 с лишним миллиардов долларов для Украины. Я так понимаю, как реакция Джо Байден, президент Америки, в своем Инстаграм опубликовал очень красноречивую фотографию, где изображен он, его жена, и президент Зеленский тоже с супругой, где Байден вот так подружески обнимает сзади президента Зеленского. И Джо Байден подписал это фото и предупредил о том, что неспособность подержать в Украину в это критическое время никогда не будет забыта. Скажите, пожалуйста, помощь Украине Америка одобрит? Будет она или нет? Ну, вопрос о дополнительной помощи Украине очень активно обсуждается в Конгрессе. Мы уже видели важный шаг в период, когда Американский Сенат одобрил новый пакет помощи Украине несколько дней назад. И что это показывает, и что общеизвестно, это что двухпартейная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе. Тоже стоит отметить, что большинство американцев поддерживает дополнительной помощи Украине. Да, есть временная задержка, и лучше бы без задержки, честно говоря. И президент Байден уже не раз говорил об этом. Но дело в том, что у нас в США есть демократическая система, и это демократический процесс. Каждый имеет право выражать свои взгляды. Иногда процесс небыстрый. Президент Байден, его команда, прекрасно понимают, какое положение в данный момент в Украине на линии фронта, на поле боя. И поэтому президент Байден еще раз подчеркнул, что Конгресс должен принять решение именно сейчас. Я не могу дать особенный срок сегодня, потому что это невозможно точно предсказать, что произойдет в будущем. А президент Байден и его команда ожидают, ожидают того, что в конечном итоге Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине. Скажите, пожалуйста, вот нашумевшее интервью, которое Путин дал Такеру Карлсону, американскому журналисту, где Путин дал несколько месседжей миру, в том числе месседж, который после интервью уже Такер Карлсон сам еще раз озвучил для того, чтобы вот если кто-то не понял с первого раза, то вот еще раз обратили внимание, что, мол, Путин в этом интервью обращается к Западу и говорит еще раз, что, мол, готов к переговорам. И более того, Такер Карлсон сказал, что не просто готов к переговорам, а готов к большим, как он, по-моему, сказал, большим компромиссам по переговорам. Скажите, пожалуйста, лично вы смотрели ли это интервью? Что вы из него подчеркнете? Что там для вас было важным, что вы вынесете? И как вы относитесь к этой теме, которую Путин пытается протолкнуть сейчас? Зачем он это делает? По поводу переговоров с Украиной компромисса. Что для него этот компромисс? За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Да, я посмотрел интервью. Ничего нового не было. Это для меня. Интервью подчеркнул, что вот эта идея, что должно слышать от российского правительства, что у них есть точка зрения, и если мы просто знали их точку зрения, возможно, лучше или больше понимать, зачем Кремль решил сделать полномасштабное вторжение в Украину и решил начать нелегальную войну, агрессию в Украине, я там ничего нового не видел. Я думаю, что главное для меня это было, что просто там ничего, чтобы объяснить, почему это было сделано, да, или оправдать, лучше сказать, почему это было сделано. По поводу того, что было сказано по поводу переговоров, переговоров, во-первых, это должно быть решение украинского правительства, если и когда провести переговоры с российским правительством, во-первых, во-вторых, в данный момент нет никаких признаков, что правительство, что российское правительство хочет провести настоящие переговоры, серьезные переговоры, нет признаков этого. Ясно, что российское правительство хочет, чтобы Украина просто сдалась, и это неприемлемо. Поэтому, честно говоря, я мало что видел в интервью, в этом интервью, которое стоит даже обсудить. Идем дальше. Путин назвал на днях Джо Байдена более предпочтительным для России президентом США, чем Дональд Трамп. Скажите, пожалуйста, почему Путин так сказал и какой на это высказывание Путина комментарий будет от Госдепартамента? Я не могу комментировать действия или даже мысли или мнения лидера другого государства. Я думаю, что у многих есть мнение или взгляды о том, что было сказано и что это обозначает. Но на самом деле для меня лучше здесь подчеркнуть, как сильно президент Байден отреагировал и собрал целый союз или группу стран, чтобы поддерживать Украину, чтобы противодействовать войну агрессии российского правительства в Украине. И что он, президент Байден, показал, как важно в мире американское лидерство. Конечно, вместо союзниками и партнерами. А что касается мнения лидера другого государства, я не должен это комментировать. Экс-зам главы ЦРУ Джек Дивайн в интервью нашему изданию, нашему журналисту Александру Демченко на днях сказал, была негласная договоренность после смерти Сталина. Вашингтон и Москва не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Однако в 2016 году Путин нарушил эти принципы. Когда он открыл ящик Пандоры, когда влез в наши выборы и попытался повлиять на внутреннюю ситуацию. Если это продолжится, думаю, нашим политическим деятелям придется решить, обязана ли Америка ответить зеркально и сделать то же самое внутри России. Думаю, это станет новым этапом, потому что теперь это уже вопрос национальной безопасности Америки. И у нас пока нет ответа относительно того, как мы будем реагировать. Дэни, пожалуйста, прокомментируйте это заявление Джека Дивайна. Я до сих пор не читал это заявление. Вы только что говорили ему и его мне. Вы знаете, были официальные доклады из правительства США после выборов, что да, на самом деле российское правительство вмешивалось в вибрах и это очень серьезное нарушение международных правил и норм но тоже можно также можно сказать, что это действие слабостей на самом деле, когда считается, что нужно таким образом влиять на страну, и уже были санкции против России до полномасштабного вторжения в Украину по разным причинам. США отвечает как они могут. Я имею в виду правительство США. Честно говоря, много происходит я ищу здесь правильное слово за стенами или за колоннами. За кулисами. За кулисами. Спасибо. Спасибо большое. и я не могу это комментировать. Но стоит здесь отметить, что правительство США имеет способность и методы понимать, что русское правительство делает в этой области. Мы видим, короче говоря, США видят это и понимают это. и в другой области, но в какой-то степени связано с этим. Мы, например, активно работаем против фейков и дезинформации России. Это, конечно, по-другому может быть влияет на общество и так далее. Но США понимают, что они делают. И мы активно работаем и противодействуем этому. В этом году в США опять президентские выборы. Как вы считаете, Путин будет пытаться вмешиваться в них, чтобы повлиять на ход выборов? Я не могу предсказать, что лидер другого государства собираются сделать или нет. Но судя по прошлому это, конечно, возможно. И вот эти вопросы тоже обсуждаются в американском правительстве. Они тоже обсуждаются в Конгрессе. и правительство США относится к этому очень серьезно. Последний вопрос. Путин собирается развязать войну со странами Балтии. Таким заголовком вышло сегодня Financial Times. Дело в том, что это не первая уже информация последние месяцы, наверное, которая появляется в информационном пространстве. разные международные издания, американские, британские, европейские, появляются с информацией, со ссылкой на разные разведки разных стран о том, что Путин готовится напасть на одну из стран НАТО. И говорится чаще всего или о странах Балтии, или о Польше. Скажите, пожалуйста, США готовы к такому развитию сценария? И какая реакция будет у США в случае того, если Путин действительно нападет на одну из стран НАТО? Да. Ну, Кремль рискует очень много, если серьезно или на самом деле думает об этом. У меня нет, я не могу официально утвердить сообщение в СМИ по этому поводу. Но, что мы знаем, что конкретно знаем в данный момент, что страны, балтические страны являются членами НАТО, и что НАТО, США и НАТО, и все члены НАТО относятся очень серьезно и очень сильно к альянсу и к гарантиям, или к гарантию безопасности, и что НАТО, НАТО и США готовы отреагировать на любую угрозу любому члену НАТО. И правительство США считает и надеется на то, что Кремль прекрасно это понимает, и поэтому не было бы рисковать такого ужасного шага. Дэниел, спасибо вам большое, что вышли с нами в мир, и до следующих встреч. Спасибо большое, было очень приятно разговаривать с вами, и до свидания.